АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ АРАБСКИЕ ЭМИРАТОМ, ЧТОБЫ С БЕЗЖИЗНЕННОЙ ПУСТЫНИ ОНИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ ГОРОДА Совершенно нереальные сроки для такого масштабного перевоплощения. Понятно, что на голову равийцев вместе с нефтью свалилось огромное богатство, но ведь они смогли им умело распорядиться. Строительный бум начался после указа правительства Дубая в мае 2002 года. Оно разрешило иностранцам приобретать дубайскую недвижимость в полную собственность, что раньше было категорически запрещено. Иностранный капитал подтек рекой, еще больше превращая пустыню в цветущий оазис. Его привлечению также способствует безналоговая система, высокий уровень жизни при низких ценах и полное отсутствие преступности. Итак, вкратце о стране. Молодое государство состоит из семи Эмиратов. Абудаби, Дубай, Шарджа, Аджаман, Расальхайм, Фуджейра и Ум-Аль-Кувейн. Столица Эмиратов – Абудаби. Крупный политический и административный центр. Самый богатый город Эмиратов. И центр международного нефтяного бизнеса. В Абудаби находятся самые большие залежи нефти страны. При ежедневной добыче в 2 миллиона баррелей, ее должно хватить еще лет на 150. При этом государство экспортирует только готовые продукты, не разбазаривая свое сырье. Вторым по величине и богатству стоит Эмират Дубай. Здесь тоже есть нефть, но ее запасы подходят к концу. Поэтому правительство Дубая направило все свои силы на дальнейшее развитие торговли и туристического бизнеса. Отельная база бьет все рекорды по скорости возведения и качеству обслуживания, и устойчиво держит отметку на уровне 5 звезд. Самые шикарные отели Дубая расположены в престижном районе Джумейра, на берегу Персидского залива. Белоснежный парус Буш-Аляраб – гордость жителей всех Эмиратов. Бесконечные песчаные пляжи Турсидского залива принимают гостей круглый год. Зима – высокий сезон. В это время здесь не жарко. Море очень теплое, а зимние каникулы длинные и располагают к массовому безделью. В январе проводится ежегодный дубайский торговый фестиваль, когда цены в магазинах достигают предельно низких отметок. Целый месяц народ с упоением отдается шоппингу. Причем не только туристы, но и местные с вожделением ждут время распродаж. В Дубае самое большое количество магазинов и самые низкие цены на золотые изделия. Знаменитый золотой рынок – это небольшой город, сверкащий золотом и бриллиантами, привезенными сюда со всего света. Золото скупается килограммами. Торг уместен и обязателен. Иногда легко сбрасывают сотни долларов. Иногда торгуются за каждый дирхам. Живописные, стилизованные под старину рынки Дубая. Здесь традиционно много ткани. Завораживают персидские ковры ручной работы. Но не шоппингом единым жив человек в Дубае. Главной целью жителей Дубая остается стремление попасть в Книгу рекордов Гиннесса любым путем, даже созданием в пустыне горно-лыжного курорта. Первый открылся в День независимости в 2005 году. Ски Дубай – это снежный оазис с лыжными трассами, катком и подвесной канатной дорогой. Спуск 400 метров, перепад высот – 70. Температура – минус 2 градуса. Снежный покров толщиной 50 сантиметров – настоящий. Для уставших от моря и шоппинга туристов организовываются экскурсии. Большинство автобусов под девизом «Посмотрите налево, посмотрите направо». Тем не менее, есть смысл съездить в соседний султан Атаман. Он находится на границе с Аляйном. И сам факт, что вы уже за границей Эмиратов, впечатляет больше всего. Рынок пряностей здесь благолухает. Горы дровишек для калейяных укольков тоже привлекают внимание. Можно подняться в крепость и окинуть взглядом в нехитрые окрестности одного из городов султаната. По дороге экскурсии заворачивают в настоящий финиковый оазис. Здесь можно попробовать местные финики и поучиться скакать по пальмам у местного сборщика фиников. Крупнейший зоопарк Амиратов в Аляйне просторен и просто огромен по своей территории. Он рассчитан на неспешное знакомство с миром животных и с трудом укладывается в рамки экскурсии. Аляйн славен горячими источниками минеральной воды. Народ целеустремленно едет принимать целебные горячие ванны и при этом непременно избавляется от ряда недугов. Есть обновленные разделенные купальни и обычные открытые ванны где плещутся все. Одним словом первое впечатление об Амиратах напоминает лицо восточной красавицы. Оно открыто только для своих избранных. А остальным остается лишь догадываться в чем же секрет процветания этой страны. Ведь через большие деньги проходят многие. А прибавить к одному один и получить при этом 11 дано далеко не всем. Продолжение следует...